Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать! У меня сегодня настроение для работы с тестом. Замешиваю дрожжевое тесто и готовлю пышный горячий букет роз. Оставайтесь со мной и наблюдайте. Первое это теплое молоко 450 миллилитров. Затем щепотка соли. Сахар 100 грамм. Ванилин. Дрожжи 7 грамм. Это 2,5 чайные ложки. И одно яйцо комнатной температуры. Сейчас все хорошо это перемешиваю. Сейчас добавляем 100 миллилитров топленого сливочного масла. И 750 грамм просеянной муки. Все замешиваем, вымешиваем. Когда вы перемешаете и замесите тесто, оно будет до безобразия непослушным и липким. Нужно смазать стол растительным маслом, выложить тесто. Также смазать руки и вымешивать минут 6-7. Мукой забивать тесто не нужно, все испортите. И масло это спасение. Оно прекрасно замешивается, становится эластичным. И совсем не липнет к рукам. Потом мы смазываем растительным маслом дно посуды, в которой будет отдыхать наше тесто. Закрываем крышечкой и даем подняться 1 час. Посмотрите, прилетела чайка на соседний балкон. Мое окно близко с балконом. Представляете, первый раз такое вижу. О, слюни в разные стороны. Че прилетело, че ей здесь надо. На балконе там ничего нет. А я лежу, смотрю видео. Чувствую боковым зрением, какая-то тень приближается. Прямо в окно. Глянь, а там чайка. Ну, она такая жирная, большая. И даже не боится ничего. Посмотрите, какие они наглые. Помоек им мало. Так они уже в квартиры залетают. Интересно, что ты принесла? Хорошую весть или плохую? Ну, потому что действительно у нас очень много чаек. Я сколько лет здесь живу, да? Летают такие коровы. На козырек подъезда могут садиться. Но на балконы... Ой, рука у меня уже устала. Хочу посмотреть, как она взлетит и полетит. Ой, только сказала, и она улетела. Посмотрите на мое тесто. Оно подняло крышку. Вот такое пышное, ноздрястое, красивое тесто. И я берусь за выпечку. Сейчас я его примну. Ой, пузырится как. Ой, какая прелесть. Беру небольшой кусочек для того, чтобы раскатать пласт. Я заранее подготовила форму. Застелила пергаментной бумагой. Раскатала пласт. Беру стакан. И начинаю вырезать круги. Вот так вот. Беру. Выкладываю круг на круг. Три кругляшка. Вот так вот. И сворачиваем. Вот так. Разрезаю пополам. Получаются вот такие розочки. И мы их сразу выкладываем в форму. На расстоянии друг от друга где-то сантиметр. Свои розочки я накрываю полотенцем и даю постоять 10-15 минут. А сейчас я сделаю посыпку для моего будущего пирога. Это 30 грамм размягченного масла. Две столовые ложки сахара. И три столовые ложки муки. И все хорошо перемешиваю и перетираю. Вот такая должна получиться посыпка для любых мучных изделий. Яйцо с молоком для смазки. И мой букет готов к выпечке. Сейчас смазываю яйцом. Посыпаю и в духовку. Все готово. И отправляю в духовку на 190 градусов 20 минут. Пока пирог готовится, я продолжаю работать с тестом. Из этого теста я буду делать ватрушки. Сейчас накатаю средней величины шарики. Накатала я шарики. Сделала посерединке такие вот углубления. И сейчас туда буду ложить яблочное повидло. Получаются вот такие ватрушки с яблочным повидлом. И я оставила еще парочку кусочков теста. Сделаю еще один способ ватрушки. Я раскатываю тесто в формы четырехугольника. Выкладываю кусочки сливочного масла. Посыпаю сахаром, корицей и закручиваю рулетик. Защипляю край. Обязательно. Швом вовнутрь. Складываю пополам. Соединяю здесь тоже хорошо концы. Вот так. И режу пополам. Вот так. И разворачиваю. Ну все. Мой пышный горячий букет из роз готов. Получается вот такая вот красотища. Вот такой вот высоты. Можно отрывать розочки и наслаждаться. Тесто очень мягкое. Пышное. Вот такая вот прелесть. И ватрушки с повидлом и корицей тоже готовы. Вот такой высоты. Тоже очень пышные. Запах обалденный. Спасибо всем за просмотр, за ваше время. Отличного вам настроения, теплых вечеров и вкусной выпечки. Готовьте. Радуйте близких и себя. Продолжение следует... Продолжение следует...